Хватит, достала досить, напрыгнула, больше так продолжаться не может. Настало место. Время прорвать этот труп. Настало время, ромко сказать, этой маленькой шайке, которая не так сильная, как Адмазом Унии. Актыни народ украинский будет решать направление нашей страны. Актыни перед украинским народом будет отвечать правительство. Актыни перед олигаршами. Актыни богатство народа будет нашим. Актыни наши дети будут иметь будущее по нашему плану, по плану народа, а не по вашей семье. Актыни мы, украинский народ, будем решать, что будет нас представлять в Велфонной Раде. Дальше уже не проиграть ваши трилки. Дальше править будет украинский народ. Дальше мы не дадим опануть себя. Все это время у людей только плохие новости. У нас на всех. А у них и богатство все растет и растет. Пора уже разобрать количество дубы Абрама. Пора, чтобы у людей появились хорошие новости. Хорошие новости с теми на работе, для их детей, для наших и близких. Хватит столько плохих новостей. Настало время, чтобы плохие новости появились у меня, мои сайки-бары. И я вам обещаю, что паспорт новостей для них от меня будет много. Паспорт новостей, которые появились, когда мы все, в том числе и я, пришли и придем в украинскую политику. Неудивительно, что они ненавидят меня. Неудивительно, что они так мечтают. Вчера, все, вся фракция группе обсуждала, как нужно меня выбить из страны. Каким образом это нужно сделать. Они кричат, уходи оттуда, откуда приперся. Я их понимаю. Для этого у них есть конкретная причина. Это причина не того, что я из Грузии. Причина из ненависти ко мне сына, что они не могут подкупить меня. Я не нервю и не буду их слева. Я не делю и не делю с ними потоки. Я не их правил, я не взял коммунированную национальную культурную. Я сказал об этом в конце и президенту Морошенко. Со мной эти штуки не пройдут. Меня невозможно манипулировать, меня невозможно закрывать, закрывать. Меня невозможно подвигать, что у нас надо намекать. Потому что у меня нет начальника. В том числе и в кабинете в бизнесе. Мой единственный начальник, мой руководитель, перед тем отчитываясь, это народный проект, это вы. И так должны думать все про это. Я не признаю систему неприятных плотников. Я, конечно, не свой и никогда не стану. Я, гражданин Украины, и люблю эту страну, ведь, куда я приехал совсем уж юным, так же, как и у меня дальше черта, чертамил, Георгий Тулкадзе, герои Майдана и наши войны, которые отстаивают свободу и сердце к душе Украины. Они знают, что мне не нужны эти канады, чтобы донести свою позицию на народа, могут убраться отсюда тоже. Эти привлечения меня не лидируют демократического мира. Ненавидят меня, потому что я не боюсь говорить правду, потому что я не боюсь и грязь, и шерного пьяна. Они презирают меня, потому что я знаю, как уничтожить конкурцию. И это уже дело. Я на практике доказал, что меня не подкупить и не напугать. Мои дела не меняются, накрашены комфортно, потому что я знаю, как разрушить их канадный домик. Они боятся меня, потому что я не молчу. Это не отдельная позиция этого политика. Отчаянник их дорога взрослых и разочарования. Они знают, что за этим криком стоит стоить обошлённое общество, над которым они всё это время сгибались. Они знают, что с этим криком идёт волна, которая с концами сметёт их свеча земли, наконец, освободить страну, от их щупальца и нам всегда изменить правду игры. Их правила игры больше не будут работать. Потому мы пойдём до конца и до победы. Потому мы, как солдаты, будем идти столько, сколько сможем, а потом столько, сколько нужно. Я знаю, как можно сделать Украину великой. И мы вместе это сделаем. Мы победим. Мы наконец-то освободим страну. А эти, они себя называют улитой, я называю грязными отбросами. Мы наконец-то объявляем багажа Украины к украинскому народу и отбиваем потенциал этой страны всему миру и каждому украинцу. Для этого надо действовать решительно и незамедлительно. Мы создаём не только политическую новую силу, а новый политический класс, слуг народа, новое поколение с государством мышлений. Мы полностью поменяем всю культуру государственного правления и полностью заревел тромка государственного права по всей стране. В наших рядах места не продаются. Наши ряда приняют только самых лучших граждан этой страны, которые никогда не были частью грязной игры, которые верят в сердце, в прише Украины, которые желаниями могут нести свой вклад в наше будущее. Эти все разговоры, следующие будут те, кто же самым, это всё ерунда. Так, дайте шанс новому поколению. А когда здесь были следователи? Это всегда были одни и те же. Последний, 20% одни и те же. Они говорят, кого мы не уволили одни и те же. Так они одни и те же. Да, абсолютно. Которые думают не о том, надо привести людей, которые думают не так, как ограбить собственную страну, а мечтают о том, чтобы ищи и нас записали в историю государства. Сады и Библии. Слава Богу! Таких людей очень много. В Украине, оглядитесь вокруг, мы имеем драгоценческий строительный стул. Мы знаем, как реализовать этот потенциал, и потому создаётся нашу сегодня. Наша политическая задача, первое, бескомпромиссная реформа. Второе, нулевая комбината с конкурсами. Третье, полная честь мехастрасного аппарата. Четвёртое, посадки воров при власти. Пятое, избавление народа и бизнеса от уничтожающего героградического регулярного груза, депуляторного груза. Шестое, местное снижение налогов в Грузии я снижу на 60% и украшение налогов в администрировании. Седьмое, фундаментальная сетевная реформа, что в судах у нас на миглибость. Восьмое, на декаде революционная либерализация и реконструкция старой элегантической экономики. Севятое, реформа образования, здравоохранения и социальной политики. Для того, чтобы хотя бы наша молодёжь могла получать качество образования, а не ездить в Польшу, в любые другие страны и в реальных поделок для Украины. Для того, чтобы наши граждане имели возможность получить достопные качества финансирования, для того, чтобы государство, как хотя бы Грузии, я попросил постраду. Вместе могут поймать. Каждый из них лучше, чем любая частная больница. Каждый гражданин может пойти. Украине лучше можно это сделать. Десятое и самое главное. Наредение порядка в стране. Молниевосто, вискомпромисто и, если нужно, очень-очень жёстко. Парыгий должны пристать от сладка и начать разочасаться. Украиненное государство у вас должно вернуться за страдку казнуем людям. Парыги должны торговаться ни в кабинетах власти, там не место парыга. Ни одному, ни корону в прессе от парыгий должны торговать где-то под мостом, пока их не поймают. Для этого нужна сильная власть, консолидированная, сильная вертикаль, жизнеспособная и боеспособная, готовая действовать быстро и решительно. Не получится. Иначе очистить стану от бандитов и кровей. Их слишком много, они слишком засели. И власть должна быть сильной не только в Киеве, но и по всей стране. Поэтому децентрализация совершенно неправильный рецепт для того, чтобы преодолеть кризис такого масштаба, которым оказался Украина. Извините, о какой децентрализации можно говорить? О децентрализации хаоса, о децентрализации бартака, о децентрализации раздражения страны. Как будто в Киеве не хватает коррупционеров? Надо и криминалным мерам советовать давать грабить страну. Ни одна страна не преодолела кризис и не смогла брать фундаментальные реформы способа децентрализации. Украина не исключение. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ